Привет! В этом видео я хочу полистать пару книг от Селины Феник. Возможно, вы знаете, что теперь это один из моих самых любимых иллюстраторов. Книжки эти не новые, но мне их недавно подарили. То есть теперь у меня в коллекции будет целых 6 книг от Селины. И поэтому я все равно решила добавить в плейлист во всей своей коллекции раскрасок в наличии и эту красоту. Итак, первая раскраска, ну можно ее назвать Зачарованные. И она посвящена феям, драконам, лесным созданиям, то есть всему тому, что я обожаю раскрашивать. К плюсам раскрасок Селины я традиционно отношу очень интересные, вдохновляющие картинки и разнообразие ее сюжетов. На мой взгляд, она очень талантлива и в отрисовке лиц, и в отрисовке ботаники, и животных. Мне очень нравится, как она рисует одежду, а также мне нравится ее построение картинок. Довольно редко у нее пустые иллюстрации, чаще вся страничка заполнена. И поэтому не приходится особо задумываться о том, что нужно что-то дополнить или как-то мучиться с пустым фоном. Также мне очень интересными, очень красивыми кажутся лица ее девушек. Также приятно, что достаточно часто она в последнее время стала добавлять мужских персонажей. Также к плюсам книг этого автора я могу отнести очень красивые обложки, они обычно еще очень приятные на ощупь. И то, что у них хороший переплет, мои раскраски никогда не разваливаются. Ну, к минусам раскрасок, конечно же, в первую очередь нужно отнести бумагу. Бумага здесь самая обычная, офисная, поэтому никакие акварельные эксперименты здесь не пойдут. Хотя я в паре картинок пыталась использовать неоколоры, но с минимальным количеством воды и с проглаживанием вполне можно использовать. Акриловые краски и гуашь использовать можно, поскольку они требуют гораздо меньшего количества воды. Ну, в общем, нужно настроиться на то, что карандаш здесь будет основным инструментом. И в очень многих раскрасках, например, в своей раскраске о сказках, раскраске о животных, мне совершенно и не хочется применять какие-то дополнительные материалы. Здесь для фонов я все-таки планирую использовать, скорее всего, акрил. Не знаю, может быть, попробую на какой-то из этих страничек поэкспериментировать с прозрачным джессом. Может быть, он поможет работать акварелью на этой тонкой бумаге. Как обычно, почти во всех раскрасках Селины, особенно ранних изданий, здесь два набора страничек одинаковых по 25 картинок. Только в последнее время она стала выпускать сборники, где картинки не повторяются. Поэтому можно присмотреть себе те раскраски, которые вам нравятся, и купить уже сборник, где будут уникальные картинки. Это хорошая, на мой взгляд, ее инновация, хорошее разнообразие ассортимента. Если бы у меня не было, например, в наличии раскраски со сказками, я бы обязательно купила себе тот большой лимонах, в который она входит. Ну а так я вот собираю отдельные книжки, но зато у меня теперь есть по два набора каждой иллюстрации, так что я могу экспериментировать. Еще раз повторюсь, что мне очень нравятся девушки. У Селины у них красивая одежда, на ней хорошо тренироваться все вот эти складочки вырисовывать. Также, поскольку здесь сами персонажи небольшие, на мой взгляд, совершенно не страшно раскрашивать лица, кожу. Это гораздо менее пугающе, чем если бы нужно было раскрасить портрет формата А4. С таких небольших фигурок начинать значительно легче. Ну и повторюсь, я люблю, когда Селина добавляет еще животных или же ботанические элементы. В ее раскрасках видно, насколько она совершенствуется. На мой взгляд, ее последние раскраски чуть более интересны, чем ее первые раскраски. И еще мне, например, в этой книге не хватало рамочки, такой, как есть в сказках. Но все равно, есть изумительные иллюстрации. Например, мне нравится и вот предыдущая девушка с волком и кубком у источника. И вот эта девушка с драконом. Есть иллюстрации портретные. Есть портрет ландскейп, то есть горизонтальные и вертикальные. Так тоже интересно иногда раскрашивать, хотя снимать иногда бывает затруднительно. И что мне нравится, из-за того, что ты получаешь 25 иллюстраций, у меня никогда нету страха перед раскрасками Селины. То, что я могу что-то испортить. Я всегда понимаю, что есть в книге и похожие иллюстрации. И в конце концов, второй набор страничек. Поэтому они как-то у меня очень легко раскрашиваются. Даже на вот таких более-менее пустых иллюстрациях я хочу больше использовать акрил и гуашь. Это поэтому тоже еще один повод для радости, что теперь у меня есть эта книга. И есть где потренироваться больше раскрашивать красками. Ну и внешне мне все раскраски Селины очень нравятся. Она убирает очень красивый дизайн для их обложек. Это была первая книга, которая добавилась в мою коллекцию. А вторая посвящена русалкам. Если вам русалки нравятся, то стоит обратить внимание на эту книгу. Мне ее подарили после того, как я в течение мая плакала, что у меня не такой уж и большой выбор русалок, чтобы участвовать в марафоне Мер Мэй. У Селины опять же все русалки очень красивые, с красивыми лицами. Здесь есть рисунки поменьше, оформленные в виде панели. Есть рисунки побольше. И самое смешное для меня, что когда-то у меня был журнал Coloring Haven с похожими дизайнами, части из которых повторялось с этой раскраской. И тогда меня он не очень впечатлил. Я тогда еще совсем не раскрашивала Селину Фенник, и поэтому тот журнал я отдала. Но потом, постепенно, когда я стала все больше и больше влюбляться в ее дизайны, я поняла, что я скучаю по ее русалкам. И поэтому теперь я, несомненно, очень рада, что они у меня появились. Опять же, буду здесь стараться применять краски, потому что без акрила, без неоколоров, без гуаши вряд ли здесь можно сделать красивые фоны. Здесь точно такое же качество бумаги, как во всех раскрасках Селины, то есть средняя, офисная. И единственное, что мне бы хотелось, чтобы некоторые черные линии, конечно же, были бы потоньше. Но поскольку это одна из самых ранних книг Селины, то здесь присутствуют еще очень толстые черные линии. Я думаю, что, возможно, часть из этих иллюстраций с толстыми линиями я отсканирую. И это как раз хороший повод распечатать их на тонированной бумаге. Их будет легко отсканировать, легко отрегулировать в фотошопе, сделать их менее яркими и потом попытаться раскрасить на голубой, на бирюзовой, может быть, на темно-синей бумаге. То есть я здесь тоже вижу большое поле для экспериментов. Мне здесь очень нравится компоновка всех страниц. Есть где-то фон с орнаментом, как вот здесь. Кстати, вот это, наверное, мне одна из более всего нравящихся иллюстраций. Не знаю почему, но вот та русалка среди всех этих... Среди пены и на фоне земного шара, или же это на фоне луны, мне она почему-то кажется очень гармоничной и очень красивой. Мне нравится, что есть вот эти небольшие проекты с русалками, которые можно завершить за довольно короткое время. Теперь, кстати, русалок, если посчитать, у меня огромное количество в коллекции, потому что после Mermay я себе купила еще и русалок от Jasmine Beckett Griffith. У меня недавно появились русалки от Jade Summer. Так что русалками я теперь обеспечена надолго. Могу фантазировать, русалки хороши тем, что здесь нет совершенно никаких ограничений в цвете. У меня будут золотые, бирюзовые, розовые, малиновые. Здесь можно себя ничем не ограничивать и играть с цветами, как ты хочешь. Я очень рада тому, что здесь довольно много животных. Вот эта иллюстрация мне тоже очень нравится, там, где русалка с морскими котиками. На мой взгляд, лица у них очень красивые, одни из самых красивых во всех, среди всех иллюстраторов. Я не перестаю хвалить лица у девушек Селины. Кстати, из-за того, что здесь странички односторонние, эта бумага очень неплохо работает с маркерами. Нужно, понятное дело, защитить остальную книгу, подложив что-то не протекающее под страничку. Но здесь сделать фон, сделать воду и всякие спецэффекты спиртом, спиртовыми маркерами тоже будет вполне возможно. Поэтому это еще один вариант для экспериментов. Для спиртовых маркеров эти раскраски отлично подходят. Пока что моими несомненными фаворитами являются книги Селины о сказках и об австралийских животных. Я уже даже совсем не плачу, когда раскрашиваю на этой тонкой бумаге. Но и все остальные ее книги, которые у меня есть в коллекции, я нежно люблю и несомненно буду раскрашивать. Спасибо вам за просмотр! Продолжение следует...